Если у вас появилась новая орхидея, а вы новичок, наверняка у вас возникнет масса вопросов, что же с ней сделать прямо сейчас? Куда ее поставить и как оценить условия вашей квартиры? Как поливать и чем? Пересаживать прямо сейчас или подождать? Отрезать цветонос или оставить? Как проветривать комнату? Какие температуры благоприятны, а какие критичны для орхидеи? Как проделать в горшке орхидеи множество вентиляционных отверстий, если в нем полно корней? И зачем это нужно делать? Новая орхидея после покупки быстро засушила цветы и бутоны. Что я делаю не так? Как долго должен продолжаться карантин для новой орхидеи? И почему очень важно рассматривать цветы орхидеи сзади, а не спереди? На эти и многие другие вопросы участников нашего телеграм-канала я отвечу в сегодняшнем видео. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. Героями сегодняшнего выпуска будут выступать два фаленопсиса, но главным героем будет этот Биглиб, которого вы сейчас видите на своих экранах, сортовое название Untold Stories или Нерассказанные истории. Обе эти орхидеи и Биглиб и стандартный фаленопсис – мои подарки от участников телеграм-канала на день рождения. Спасибо каждому, кто принимает активное участие в развитии канала. И поскольку это подарки зрителей, они обязательно должны послужить нашему общему делу и должны поучаствовать в каком-либо эксперименте. В данном случае эксперимент заключался в следующем. Обе эти орхидеи были куплены в одно время и в одном месте, преодолели одинаковый путь домой, но одна из них была пересажена сразу после покупки, а другая осталась не пересаженной в течение трех месяцев. Ну или почти трех. Одной орхидеи я срезала оба цветоноса и пересадила ее, а другая до сих пор цветет. Почему? В результате эксперимента мы узнаем, какие итоги адаптации орхидеи я получила за этим два с лишним месяца. Какая из двух орхидей показала лучшие результаты, пересаженная с обрезанными цветоносами или цветущая в прежней посадке. Обе эти орхидеи я покупала цветущими в другом городе Приморского края путем интернет-заказа. Из этого города во Владивосток обе орхидеи ехали автобусом почти 8 часов в самые лютые декабрьские морозы. Вот такой я увидела орхидею в момент покупки. Она находилась в стадии начала распуска цветов. Один цветонос с множеством ответвлений и бутонов на них. Удастся ли их сохранить? Заказывая орхидеи зимой с транспортировкой, вы всегда рискуете. Рисковала и я. В данном случае все обошлось. Если вы приносите орхидею в холодное время года, дайте температурам внутри упаковки и вне ее сравняться. То есть оставьте орхидею в теплых квартирных условиях на несколько часов. А затем постепенно слой за слоем снимайте утеплитель и упаковку. А затем вам нужно очень тщательно осмотреть растение на предмет механических повреждений и повреждений насекомыми. Ведь именно от этого будет зависеть весь следующий порядок действий. Если листья вашей орхидеи целые, без травм и поломов, орхидею в дальнейшем можно будет искупать. Если листья орхидеи повреждены, а на стволе или стебле орхидеи присутствуют любые поражения, гнилостные или механические, водные процедуры, будь то купание или опрыскивание для орхидеи противопоказаны. Если все листья целые, а ствол здоров, орхидею после покупки необходимо искупать под душем. Как это сделать, если посадка у орхидеи влагоемкая, а под основанием орхидеи присутствует торфяная таблетка или торфяной стакан? Купаем орхидею без попадания воды в субстрат. Для этого накреняем орхидею боком и тщательно промываем исключительно листовые пластины, ствол и цветоносы орхидеи. А после купания орхидеи еще раз проводим визуальный осмотр. На листьях Биглипа я обнаружила следы поражения трипсом. Но эти следы давние, заражение трипсом было еще у производителя и проблема давно решена. Если вы не знаете, как выглядят самые разнообразные следы поражения орхидеи трипсами, ссылку на отдельное видео по этой теме я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Именно с целью обнаружения следов пребывания трипса вам нужно самым тщательным образом осмотреть тыльную или заднюю сторону цветов орхидеи. Показываю, куда смотреть на примере здоровой, не зараженной орхидеи. В моем случае вторая орхидея, купленная вместе с Биглипом, оказалась зараженной трипсами. Снимать ее я не стала, я сразу, мгновенно срезала цветоносы и утилизировала их. Обязательно посмотрите видео о борьбе с трипсом, вы должны знать врага в лицо. Самым лучшим местом для содержания фаленопсисов у нас дома являются подоконники светлых окон. И я даже не буду указывать стороны света, на которых лучше всего содержать фаленопсисы. Почему? Потому что иногда окна северной ориентации на высоких этажах оказываются более светлыми, нежели окна южной ориентации, которые затенены деревьями или стоящими напротив домами. Одно вам нужно запомнить в первую очередь. Прямые солнечные лучи полуденного солнца, вновь купленные орхидеи, противопоказаны. К прямому солнцу орхидеи нужно приучать, и на это потребуется определенное время. У вновь купленных орхидей этого времени нет. Им нужно адаптироваться в более щадящих условиях. Оптимальными температурными условиями для быстрой адаптации орхидеи является температурный диапазон от 18 до 24 градусов Цельсия, где 18 градусов – ночные температуры, а 24 градуса – дневные. Производитель заявляет, что нижний температурный порог для фаленопсисов – 10 градусов Цельсия. Однако по собственному опыту скажу, что долго при таких температурах орхидею содержать нельзя. Ну а короткое понижение температуры до таких пределов не является для орхидеи смертельным. Итак, принесли орхидею домой, обогрели, распаковали, искупали и поставили на самое светлое место подоконника. Как поливать вновь купленные орхидеи на первых порах, если вы новичок и еще не успели изучить остальные видео на канале. Во время адаптации все вновь купленные орхидеи мы поливаем методом микрополива. Для этого вам потребуется либо маленькая спринцовка для носа, либо обыкновенная столовая ложка. Объем маленькой синей спринцовки для микрополива – 35 мл. Для полива орхидеи во время адаптации я использую мягкую кипяченую воду. Вы можете использовать дождевую, фильтрованную или талую воду. Сколько потребуется спринцовок на один полив и как часто поливать, наверняка спросите вы. Во время адаптации в своих условиях я поливаю орхидеи ежедневно, утром и вечером, по одной спринцовке на горшок. Такой распорядок полива подходит для хорошо освещенных и теплых помещений. И именно созданные вами условия будут определять дальнейшую судьбу вашей орхидеи. До каких пор поливать орхидею этим методом, спросите вы. До тех пор, пока орхидея не проявит свою активность. До тех пор, пока у нее не начнут расти корни и новые листья. Как только вы обнаружите у своей орхидеи активный корневой рост и листовой рост, можно переходить к следующему варианту полива. И это полив проливом. Это обусловлено тем, что для построения новых клеток корней и листьев орхидеи потребуется больше воды. Помещаем орхидею в блюдечко или любую другую емкость. Берем лейку или графин и проливаем корневую систему орхидеи до тех пор, пока вода не начнет скапливаться в блюдечке для полива. Как только вода начала скапливаться внизу, полив прекращаем. Ждем 5-10 минут и орхидею достаем из емкости для полива. И еще одно правило для запоминания. Лучше поливать орхидеи меньшим количеством воды, но чаще, нежели большим количеством воды и редко. Если у вас одновременно появилось несколько новых орхидей, никогда не используйте одну и ту же воду для полива вторично. Помните, что с водой для полива при вторичном ее использовании вы можете перенести патогенную микрофлору от одной орхидеи к другой. Итак, с поливом на первых этапах разобрались, теперь о вентиляции. Правильно организованный воздухообмен очень важен для всех частей орхидеи, будь то корневая система, листовая масса, цветы и цветоноса. Я неоднократно говорила вам в своих видео, что корни орхидеи должны не только пить, но и дышать. Горшок, в котором мы покупаем орхидею, является транспортировочным, поэтому для постоянного содержания этот горшок нужно усовершенствовать. Отверстия по стенкам горшка необходимы орхидеи для полноценного дыхания ее корневой системы. Вентиляционные отверстия в стенках горшка можно проделать паяльником, прибором для выжигания, кусачками для обрезки ногтей и даже гвоздемой отверткой, раскаленными на газовой горелке. Вот таким нехитрым способом, который вы сейчас видите на своих экранах, можно проделать вентиляционные отверстия в стенках горшка, в котором очень много корней, в том числе растущих. Вставляем пластиковую вилку или ложку вдоль стенки горшка тыльной стороной и проделываем отверстия. Ручка, вилки или ложки предохранит корневую систему от повреждений горячими элементами. Метод простой, понятный и доступный каждому. Воздухообмен в помещении не менее важен. В зимнее время мне помогает режим микропроветривания пластиковых окон. Устанавливаем ручку окна под углом 45 градусов и воздух начинает поступать маленькими порциями. У меня на окнах установлены еще вот такие ограничители открывания окна. С их помощью я могу открывать окно на любую удобную мне ширину. Щель открывания окна может быть очень узкой от 1 сантиметра и до 10 сантиметров. Такие режимы проветривания позволяли моим орхидеям существовать даже без вентилятора долгие годы. Но если вы собираетесь содержать свои орхидеи в глубине комнаты или на стеллажах, если у вас односторонняя квартира и сквозняки в принципе невозможны, без вентилятора вам не обойтись. Регулярное движение воздуха в помещении, в котором содержится орхидея, обязательное условие ее содержания. В моей квартире в большинстве комнат воздух движется естественным образом из-за углового расположения квартиры. Если в вашем случае такого движения воздуха нет, вам придется позаботиться о приобретении вентилятора. Именно правильно созданные условия и правильный уход за орхидеей помогут ей не только быстро адаптироваться в домашних условиях, но и сохранить покупное цветение. Я получила орхидею с тремя распустившимися цветами и двумя бутонами в начале распуска. Мне удалось сохранить все бутоны, которые заложила орхидея и продлить ее покупное цветение дома на протяжении почти трех месяцев. Если ваша вновь купленная орхидея засушила бутоны или слишком быстро отсвела после покупки, подумайте и проанализируйте основные причины быстрого отцветания орхидеи. Если на цветоносах орхидеи нет бутонов, а прежние цветы повяли, вполне может быть, что орхидея естественным образом отсвела. Вы ведь не знаете, сколько до этого орхидея цвела в магазине и в теплице у садовника. А если сохнут и бутоны, и цветы, тогда нужно задуматься о том, насколько правильно вы смогли организовать условия для содержания орхидеи. Возможно, в помещении, где содержится орхидея, слишком жарко, слишком сухо, слишком темно или слишком душно. А возможно, орхидея просто в состоянии глубокого стресса после транспортировки и продажи. На канале есть замечательное видео «5 причин, почему орхидея слишком быстро отсвела». И если вам интересно, посмотрите это видео. Когда орхидея по сроку или преждевременно отсвела, вам нужно решить, что делать с цветоносом орхидеи дальше. А что можно сделать, спросите вы. После завершения цветения я обрезаю цветоносы орхидеи до первой верхней меристемной почки. В дальнейшем из этой меристемы орхидея может продолжить цветение или вырастить из меристемы новую жизнь – детку на цветоносе. Где лучше отрезать? Если на цветоносе орхидеи есть ответвление, резать нужно посередине между ответвлением и следующей меристемой. Вот так. Место среза я ничем не обрабатываю и никогда не обрабатывала. Оно засыхает самостоятельно. Если волнуетесь, можете присыпать его куркумой. Не забывайте перед применением колюще-режущих инструментов их тщательно дезинфицировать. Подойдет спирт и спиртосодержащие средства с долей спирта более 70%. Что делать с корнями фаленопсиса, которые торчат из горшка? Может быть они лишние? Может быть их нужно отрезать? Эти корни я называю внесубстратными и использую их во благо орхидеи. Опустив такие корни в емкость с водой, вы дадите орхидее возможность напиться вдоволь, при условии, что эти корни орхидеи функциональны. В дальнейшем при пересадке эти корни можно будет заправить внутрь горшка. Как я уже сказала в начале видео, если у вашей орхидеи нет никаких механических повреждений и гнилостных проявлений, каждый день орхидею можно опрыскивать. Опрыскивание производится с двух сторон листа, и с верхней, и с нижней. Опрыскивание лучше производить в утренние и дневные часы, чтобы до темного периода суток орхидея успела высохнуть. Здоровые орхидеи в период адаптации я опрыскиваю исключительно теплой кипяченой водой. Важнейший фактор успешного выращивания орхидей у вас дома – организация дополнительного или искусственного освещения ваших орхидей. Можно долго рассуждать, что у кого-то орхидеи растут и без дополнительного освещения, но если вы попробуете, вы увидите разницу. Какой светильник купить новой орхидеи, особенно если орхидея всего одна? Я не использую дорогие и специализированные светильники. Я использую обыкновенные бытовые линейные светильники с цветовой температурой 6500 кельвинов и мощностью от 36 ватт и выше. Вопрос дополнительного освещения орхидеи, пожалуй, один из самых основных, которому я больше всего внимания уделяю на канале, поэтому если данный вопрос вас заинтересовал, посмотрите эти видео. Напомню, что световой день орхидеи, как тропического растения, должен составлять минимум 12 часов в сутки. Как долго орхидея должна находиться на карантинном или отдельном содержании? Это должно происходить ровно до тех пор, пока у орхидеи не начнет расти новый здоровый полноценный лист. И сейчас пришло время посмотреть на первые результаты. На ваших экранах орхидея, которая была пересажена сразу после покупки и у которой я отрезала цветоносы с цветами с пораженными трипсами. Пересадка не помеха адаптации орхидеи, если у вас есть опыт. За три неполных месяца орхидея прекрасно адаптировалась в новые посадки и растит новый, здоровый и полноценный лист. Корневая система в горшке сохранилась и растут новые корни. Главный герой сегодняшнего видео настолько прочно держался в своей посадке, что пересаживать его во время цветения было бы преступлением. И на протяжении трех месяцев он так и оставался в транспортировочном горшке. Ни продолжающееся цветение, ни влагоемкий и очень мокрый субстрат, ни торфяная таблетка под основанием не помешали Беглипу прекрасно адаптироваться дома. За три неполных месяца Беглип открыл все свои 20 с лишним бутонов и цветет на протяжении этих месяцев. Одновременно он растит новый, молодой, здоровый лист и прекрасную корневую систему внутри горшка. И все это без применения какой-либо химии и химически синтезированных препаратов, только лишь на создании правильных условий содержания и правильного ухода за орхидеей. А я еще раз проговорю вам, что не субстрат и не время посадки-пересадки орхидеи имеет главенствующее значение, а лишь ваше понимание физиологии орхидеи и того, чего действительно хотят орхидеи. А орхидеи хотят много света, много воды и вашего участия в их жизни. И если вы тоже решили связать свою судьбу с орхидеями, присоединяйтесь к нам, изучайте плейлисты на канале «Главный плейлист для изучения» И в завершении мы еще раз посмотрим на итоговые результаты пребывания орхидеи у меня дома. Обе орхидеи, и пересаженная, и не пересаженная, растят новые листья и новую корневую систему. Не пересаженная орхидея продолжает расти в транспортировочном горшке диаметром 12 см. Пересаженная орхидея растет в горшке диаметром 14 см. И разумеется, новую орхидею я посадила на фитиль из капроновых чулок. Подробную информацию о посадках, которые произвожу я, вы тоже можете найти на канале. А я в очередной раз хочу поблагодарить всех зрителей, которые помогают делать канал лучше и участвуют в его развитии. Без вас и без подаренных вами орхидеи этого видео не было бы. Поделитесь этим видео с теми, кто только вступает на новый путь познания орхидеи. И помните, что впереди у нас невероятно много интересного! Продолжение следует... Продолжение следует...